Такого явления, как цветение персиковых садов в начале марта, старожилы Анапы практически не помнят. Кратковременные ночные заморозки подвергли судьбу будущего урожая серьезной угрозе. Трезвычайно теплые дни февральские, можно сказать, пагубно повлияли на состояние сегодняшнего персика. Почему? Потому что он вышел из состояния покоя, а потом минус 4-5 градусов, а цветочек выдерживает, это критическая является для него температура. И поэтому часть, конечно, потерпели мы, часть почек погибла. Но когда вот сейчас он расцвел, смотрим, все-таки радует, хоть что-то есть осталось. То есть надежда на урожай есть. Отец и сын Бедарева в морозные ночи не спали. Они к катаклизмам природы были готовы и вели обработку садов современными препаратами. Есть выдерживает хорошо, а есть слабые погибают. Вот сейчас я здесь наблюдаю, здесь почки живые, все, цветут. Это уже нас радует. Наиболее чувствительно к весенним заморозкам рыльца пестика, которая может погибнуть внутри почки или уж даже уже после распускания цветка. Жизнеспособность пестика можно определить по цвету. Светло-зеленый, значит, не поврежден. Коричневый означает, что цветок потерял жизнеспособность и опыление не состоится. А в этом саду летает пчела, стоит дурманящий аромат цветущего сада. Завершается обрезка по розовому бутону. И значит, все бессонные ночи фермеров были не напрасны. Мы очень переживали за наше садоводство в этом году, потому что морозы по нашему муниципальному образованию достигали до минус 5 градусов. В течение ночи они были затяжными, продолжались. Но были приняты хозяйственными субъектами необходимые меры профилактические. Как окуривание, так и новые методики были приняты. Опрыскивание, повышение сахара в почве. Это привело к тем результатам, к которым мы стремились. На сегодняшний день мы побывали на одном из крестьянско-фермерских хозяйств. И увидели, что именно там, где работы были проведены, там урожай сохранился. Это означает, что 15 постоянных партнеров Бедаревского сада, пионерские лагеря и санатории будут обеспечены свежими фруктами, начиная с 20 мая, когда поспеет черешня. Ее Владимир Александрович обрезает по новой испанской технологии, чтобы быстрее и качественнее, как с куста шла уборка. Ну а самая главная и приятная новость этого года, что количество садов в Анапе вырастет на целых 100 гектаров.